Древо жизни Влада, такие славянские имена. Вы живете в традиции? Сказать, что мы живем в традиции, это неверно. Потому что традиция подразумевает под собой определенные правила. То есть люди, которые живут по определенным обычаям, по определенным ритуалам, по определенным канонам. И в этой связи я, наверное, сказал бы, что мы живем не по традиции и не в традиции, а стараемся жить по ведам. То есть веды это есть, на мой взгляд, непосредственные знания. Это не какие-то там определенные записанные знания, которые были высказаны древними мудрецами. А это то восприятие мира, которое дается нам сейчас и здесь. То есть мы видим этот мир, мы видим эту ситуацию именно так, как это правильно. То есть не опираясь ни на какие знания, ни на каких учителей, ни на каких гуру, ни на какие книги. То есть мы живем в потоке и чувствуем этот поток. Если же мы сейчас говорим о традициях, то сказать, что традиция это плохо или хорошо, я бы не стал бы. Потому что определенные традиции, они, естественно, необходимы людям. Традиции, они же есть и просто в семьях, правильно? Сложившиеся годами, это уже традиция. Это да. То есть так называемые привычки, наверное. Привычки, да. Традиционные. Вот мы традиционно садимся, не знаю, там 6 часов вечера и выпиваем кружку чая. Это традиция, можно сказать, что это традиция? Ну, с одной стороны можно назвать это традицией, да, а с другой стороны можно назвать это, ну, скажем так, что человек привык в это время садиться. То есть это как бы утряслось, наладилось, то есть его быт со временем приходит к тому, что человек видит, что именно сейчас садится чай ему попить. Это, скажем так, удобно. Ну, допустим, вот, перед тем, как там пойти, скажем, покормить курочек, да, там, или у нас просто куры дома, и я бы почему-то про них вспомнил. Для телезрителей хочу сказать, что ребята к нам приехали из Анапы, правильно я поняла? А сами когда-то жили в Москве? Ну, я вот коренной москвич, вот, и вот уже лет 10, как мы живем в Анапе, потому что в Москве сейчас жить очень тяжело. А что побудило уехать? Мне кажется, жажа свободы. Здесь в Москве невозможно получить свободу? Можно. Можно? Можно, но она здесь другого уровня. То есть там ближе к земле, то есть у нас там свой дом. Там ближе к природе. То есть мы в любой момент берем, едем там на море, едем там на реки, едем в горы. Там близко места силы. То есть вот тем, чем сейчас я занимаюсь, я вожу людей по местам силы. Это Геннежинский район, река Пшада, наверное, знаете, там расположены дольмены. То есть вот туда людей вожу. И то, чем я там занимаюсь, это я показываю людям, что у каждого человека есть свой путь. То есть есть свой путь, есть своя цель, и именно эту цель, этот путь человек должен сам почувствовать. Будемир, тогда я задам тебе вот такой вот вопрос. Дольмены. Вот с точки зрения научной, да, это вот места, куда уходили умирать предки там давно-давно живущих людей. Правильно? С точки зрения жреца, с точки зрения человека, который занимается, который чувствует эту энергетику, который вводит туда людей. Скажи, что такое дольмены? Ну, хотя бы те, по которым вводишь ты. Ну, я, наверное, вожу туда людей лет восемь, вот, и не видел, чтобы хотя бы два раза люди по-одинакому воспринимали дольмены. То есть каждый их воспринимает по-своему. Там приезжают всевозможные колдуны, маги, экстрасенсы, видящие, и все они говорят разное. То есть для кого-то дольмены – это портал в иные миры, для кого-то это возможность поговорить со своими предками. Для многих, вот я, в частности, как использую дольмен, как некий механизм входа человека в свое подсознание. То есть, чтобы человек входил в свое подсознание, там он чувствует голоса, видит каких-то людей или каких-то сущностей, которые для него являются авторитетами. Он с ними общается, они ему подсказывают его жизнь, его цели, его путь, что ему надо делать дальше. И когда человек выходит из этого состояния, он уже понимает, что ему дальше надо делать, как ему дальше надо жить. Я объясняю, что это не какие-то мифические существа, это просто таким образом человек общается со своим подсознанием. То есть и он сам себе подсказывает, что надо дальше ему делать по его жизни или не только по жизни, ну, допустим, даже по работе. Ну, такие даже бытовые вопросы там можно решать. И когда человек начинает вот это видеть, то он понимает, что на самом деле он это видит сам. То есть для того, чтобы понять это человека, его надо подтолкнуть. Сказал, вот. То есть я ему говорю, вот видишь, я тебе это не говорю, ты это видишь сам. Поэтому я, человек, как можно меньше, даю вообще информацию. То есть я говорю, просто для того, чтобы получить информацию необходимую для тебя, надо чувствовать. Надо видеть, надо смотреть, надо слышать, надо прислушаться к себе и меньше задавать вопросы. И где-то я даже слышал такую фразу, что если человек больше задаёт вопрос, то ему больше врут. Интересно очень. Как Вы пришли к тому, чтобы уехать в Анапу, чтобы вести какой-то, ну не такой, как здесь, образ жизни? Ваши детки родились в Москве или уже в Анапе? Я могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что изначально желание быть здоровыми, желание прикоснуться к земле, к природе, это, конечно, наверное, вот, но прежде всего это здоровье детей. И забота об их будущем. Не в плане образования, потому что образование, человек может получить образование везде. Даже, как мы знаем, даже сидя дома, да, сейчас? Век технологий. Поэтому дети у нас, старшая дочь у нас родилась в Москве. Младший сын, когда родился, месяца не прошло, мы его взяли вот сюда, в машину, и поехали в Анапу. Ну, благо, что там дом есть, и было куда приехать. Наша жизнь, вот буквально с того момента, когда мы туда приехали, вот, что называется, в секунду переменилась. Мы действительно обрели свободу. Свободу в плане того, что мы могли в любой момент, когда мы захотим, поехать в горы, Будемир уже говорил. Мы стали окунаться в море тогда, когда нам захочется, а не тогда, когда есть отпуск. Ты приехал, и какие-то пытаешься вырвать эту неделю, не знаешь, как распределить день, утро, обед, вечер, чтобы сходить позагорать на солнце. И об этом нам даже не надо было долго думать. Понимаете, вот все, что мы в жизни делаем, в нашей семейной, мы уже более 20 лет вместе, мы это делаем не вот так, чтобы прям вот каждый ход продумывать. Все-таки я считаю, что мы люди ведичные, поэтому мы ситуацию чувствуем наперед. Как мы собрались, мы сидим, пьем чай, две недели после рождения малыша. И Будемир говорит, слушай, а поехали в Анапу? А я говорю, а поехали. Мы собрались меньше, чем за сутки. Мы вот так вот завязали все в простыне, в мешки, и получалось, что и машина прям пришла, фура, собрали наши вещи, и мы уехали. Конечно, это радость, когда есть возможность выбора, и радость, когда есть желание получить свободу, и эта свобода получена, обретена. То есть морально у вас не было каких-то там ломок после Москвы, не было сложно, вот сразу, как любило, да? Нет, нет. Наоборот, была радость. Радость, то, что мы сделали, когда я уходил на улицу в Анапу после, ну, утром выходишь, да, вот вышел, и хотелось ругаться матом. Ну, я ругался матом. От того, какой был вот этот свежий воздух, там, аху*****. Ну, это эмоции, это эмоции переполняли, вот, просто, это, ой, какая там Москва? То есть мы, потом у нас такая вот эта аллергия на эту Москву, что уже и не хотелось сюда ехать. И вот каждый раз, когда мы сюда собираемся, то есть это с такой неохотой-то, а приезжаем сюда. А жреческий путь давно ты избрал? Я его как бы и не избирал, потому что вот это посвящение жречества как бы происходило даже без моего ведома, потому что первый мой учитель был, опять-таки, учитель, но учитель в том плане, что он потом ушел, был в армии, как ни странно, то есть мы вместе с ним служили. То есть я с 80, кстати, да, вот, вот здесь в этой книжке как раз я описываю свое посвящение. Это художественная книга? Это да, это художественная книга, но тут немножко такая типа фэнтези, но основана на реальных событиях, где меня, значит, первый инициировал и посвятил, да, в жреческую традицию этот человек, по книге он называется Добрыня, в армии. Просто это были обычные разговоры, то есть мы вечером там, вечером собирались, вот, он мне рассказывал там вот эти вещи. Вот, а после армии уже, когда, ну, здесь, кстати, было еще второе посвящение, кольцо Винь, в Крыму, я связался там с некими организацией, интересной организацией, она мне вся не показала себя, но показала именно почему-то женскую свою часть. Вот, тоже было посвящение, вот, ну, основное посвящение я прошел на Алтай, то есть вот этот человек Добрыня меня брал на Алтай, на Алтай, и там, значит, я встретился с людьми, которые себя называли хранителями, и они меня вот посвятили именно вот в эту жреческую культуру. После чего мне дали добро на раскрещивание и именно речения. Вот, и то, что я сейчас еще занимаюсь, это провожу обряды по, это моя жреческая, скажем так, специфика, это раскрещивание и именно речения. Причем раскрещивание я провожу не так, как вот был христианин, стал там язычником или там родновером, а даю человеку возможность просто выйти из христианского эгрегора и дальше уже следовать своему пути, который сам заберешь. То есть это не важно, что. То есть я вот в этом плане следую тому, что не навязываю вообще никому свою религию, там, свое мировоззрение, свое какое-то учение. И даже вот написав там книжки, я еще третью написал книжку про Алтай, я, правда, здесь она не вошла. Вот, я считаю, что на этом все мое творчество закончено, потому что сам себе противоречу, с одной стороны говорю, что книгам верить нельзя. А сам пишу, да? Пишу книги, да. Вот она человеческая сущность. Влада, я знаю, что ты автор-исполнитель, пишешь музыку, ее сама исполняешь. И хотела бы, чтобы ты нам спела песню, замечательную песню «Река». С удовольствием. Гремит река, спадая, водопадом течет. Река туда, куда ей надо бежит, река огромная, большая плывет, река свободная, родная. Да, я в той реке одежду полоскала, да, той реке я песню напевала о том, Что вся печаль моя забыта и реченькой, печаль моя размытая. Ой, река, 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 ты река глубока, река, река, река. Летами в небо дерево врастает корнями, В землю древо прорастает, к нему пыльно всем телом замирая, Но живое сердцем понимаю. Да, ты река, как дерево большая, и ты река, как дерево живая, дай мне. Река водой своей напиться, дай мне твоей свободой насладиться. Река, 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 река глубока, река, река. Река, 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 река. Бегу по камням ноги, промочу я другого, Счастья в жизни не хочу я бегу, Скользя по краю водопада взлечу, Как птица в небо, как я рада. Река, река, река. Река глубока, река. Река, река. Замечательная песня. Покажи, пожалуйста, альбом. И расскажи немножко о тех песнях, которые в этом альбоме. Как долго ты писала альбом? Вот этот альбом мой, это мой первый альбом. Он уже в аранжировке. Вернее, даже можно сказать, первый дабл. Потому что самый первый это был в акустике. В таких, можно сказать, кустарных условиях. Это уже более серьезный альбом. Знаете, сказать о том, что я эти песни писала быстро, наверное, будет неправильно. Сказать, что долго, будет еще неправильно. Потому что в этот альбом входят песни, которые я написала еще более 20 лет назад. Но с них вот мое понимание и становление как автора исполнителя и именно видичных песен, оно, наверное, в тот момент и произошло. А когда был самый пик, это, наверное, с год назад больше видения пришло. Дело в том, что я пела песни, пела для близкого круга друзей. Ну, понятно, друзья не обидят, правду не скажут, где-то может быть и есть. Но все равно, конечно, всегда это было приятным. Я никогда не думала выходить на сцену, тем более выпускать диск. Но уже появились разговоры, достаточно убедительные даже для меня, в плане того, что, оказывается, мои песни стали влиять на людей. А влиять каким образом? У кого-то круто менялась судьба, послушав песни. У кого-то исправлялось здоровье. Это не с моих слов, это со слов тех людей, которые слушали песни. У кого-то кто-то находил себе любимого. У кого-то просыпалась даже родовая память. И мне сказали, что вот сидишь, что ничего не делаешь. Люди должны слышать. Ой, мне тяжко было, конечно, вообще, в плане того, что... Не то, что выходить на публику, это никогда не страшно. Я с детства пою, я на сцене. Но мне страшно было подумать о том, что вообще могут сделать мои песни, если они влияют на людей. Потому что, пардон, как-то... Даже мне написали письмо достаточно откровенное, что у одного мужчины моя песня образную вызвала эрекцию. Поэтому я уж подумала вообще стойки выпускать это дело дальше. Поэтому... Ну, вот такие комичные ситуации. Абразмы. Я думаю, что и альбом, и книга, которая вот сейчас лежит, покажи, пожалуйста. Потому что ты у нас не только автор-исполнитель, но также ты у нас еще и писатель. И совсем недавно вышла твоя первая книга, которая называется Абразмы. Вот про нее, пожалуйста, расскажи нам. Абразмы. Да, это действительно моя первая книга. Я, конечно, писателем себя назвать не могу, потому что в союзе писателей я не состою. А много кто не состоит, Алиша. Вот. Ну, вообще, начнем с того, что, в принципе, я, когда я писала эту книгу, я не собиралась ее издавать. То есть у меня были мысли, у меня были желания, вот то, чем я хочу поделиться. И я бежала и писала. Я даже не могу сказать, сколько я по времени писала, долго или мало. Вот хотелось, я писала. Мне так хотелось поделиться вот каждым мигом счастья своего семейного. И, конечно, дело в том, что эта книга о божественном состоянии любви, эта книга о том, что человек тоже может быть Богом, достигнув вот этого наивысшего состояния любви. И она эзотерическая, потому что она идет изнутри. Это вот мой взгляд изнутри. И благодаря нашему семейному 20-летнему опыту, который уже нам помог и определиться, и почувствовать, и увидеть, и познать радость жизни, счастья жизни, любви, божественного этого состояния эмоционального, наивысшего наслаждения, конечно, я очень хотела поделиться. И, конечно, мне хотелось, чтобы весь мир знал, что это можно, что наивысшее проявление любви – это реально. А образы, которые творятся в этом состоянии, в состоянии оргазма, эти образы могут творить чудеса. Это выражение намерения. Но это происходит только в том случае, когда союз достаточно длителен, когда ты взращиваешь. Любовь – это огромный труд. Его каждый день надо взращивать. Это каждый день нужно трудиться над тем, чтобы любовь росла. И я, конечно, я безумно счастлива. И в этой книге я даю читателю даже пособие или могут принять его как учебник. Но, несмотря на это все, это все-таки книга художественная. Она написана в мистической и эзотерической форме. И там есть такие аспекты, как обрядовый секс и выражение намерения через оргазм. А вот смотри, обрядовый секс – это же многие могут понять неправильно. Поэтому я думаю, что здесь нужно немножечко пояснить, что такое обрядовый секс. Ну, обрядовый секс, если говорить о том, что… Если мы берем давние времена, да, простым языком, то через обрядовый секс очень много действий производилось. В основном это были обряды посвящения. Но это не говорится о том, что люди взяли, как увидел, побежал, да? То есть человека готовили, готовили к посвящению, во что-то или к чему-то. В любом случае для того, чтобы произошел обрядовый вот этот акт, люди должны были чувствовать друг друга, понять, увидеть. Это не простые люди, это люди ведуны. Да. И только в этом случае обрядовый секс, как посвящение, конечно, наделял определенными силами, определенными способностями и колоссальными возможностями. Я знаю, что вы и семинары сейчас проводите, да, вы хотите поделиться вот этим вот опытом с другими людьми. Но, вот смотрите, сейчас мы рассказали о том, что был обрядовый секс, был… Вообще слово «секс» в нашем обществе воспринимается крайне… Не то, что негативно, смущение, стыд, неудобно. Даже если с тобой откровенно начинают на эту тему разговаривать, ты вот начинаешь ежиться. Почему, как думаете? Почему так? Ну, во-первых, тысячелетняя история христианства в нашей стране. Если мы посмотрим, какие дебри амазонки, они там абсолютно не стесняются. То есть, для них это все нормально. Вот. Понятие первородного греха, которое вела наша церковь, да, ну, не только наша, и там… Папская, да. И папская, да. Она, на самом деле-то… Я даже поясню, почему именно церковь. Потому что само изначально, ведь Библия-то вышла из Торы, в Торы там ничего об этом-то и не говорится. И Каин был рожден и зачат в саду Эдема, и Авель был зачат в саду Эдема, а рожден он, правда, был уже… На земле. На земле, да. И первая заповедь ихнего еврейского бога, на который потом ссылаются христиане, это плодитесь и размножайтесь. То есть, по сути, ничего плохого в этом нет. То есть, там уже потом возникла уже концепция яблока, которого откусила, откусила Ева, который соблазнил змей. Но там уже, опять-таки, если уходить в эти дьебри, то есть, мы приходим к неким тайным знаниям, там, к масонам. Легенда об Эдемираме, в частности, об этом говорится, почему именно это грех. Там чуть ли не Ева согрешила со змеем. Вот. А само понятие секса, оно никогда не было в иудейской вот этой традиции греховным. Вот. А греховность секса пришла уже потом, уже в позднем христианстве, потому что даже в раннем христианстве, если вот посмотреть, ну, я просто читал исследования английских каких-то ученых, которые раскапывали древние христианские храмы в Англии. И оказалось, что до черной смерти там в алтарях были искусственные вот эти, ну, или каменные там вот эти фалосы. Да, им, значит, христиане поклонялись. А если посмотреть в Испании, во Франции, там вот эти, скажем так, эротические фигуры, там, эти херуины, да, там с большими письками, там, на их берлифах, да, сейчас можно увидеть. То есть это показывает о том, что ничего подобного. То есть даже и христианство не было, раннее христианство не было против секса. Когда появилось вот это отношение как к чему-то грязному? Да, потому что жительство поняло, что вот это знание о сексе, о том, что человек в сексе может творить не только детей, но и определенные вещи, так, например, какие-то намерения. Потому что это колоссальная же энергия. Это колоссальная энергия, и эта энергия делает людей счастливыми, свободными. То есть опять-таки мы возвращаемся к ведам. То есть когда человек свободный, им практически невозможно управлять. И в этом свете, конечно же, все это дело закрывается, хотя сами вот эти попы там, ну, там, продолжаются этим пользоваться. То есть секс у них там не запрещен. Об этом говорит столько много фильмов, в которых всякие хроники исторические, что они-то этим сами-то не вырезают. Почему у нас есть либо вот такое отношение, что, ну, секс он есть там, ну, вот в семье там встречать, но если начинаешь раскрывать эту тему, ну, как-то большинство, я не говорю, что все, да, но большинство людей болезненно к этому относятся. Я могу ответить на этот вопрос. Вот мое понимание – это безграмотность. Абсолютная безграмотность. Человеку проще, скажем, в реакции защиты, да, на это, на слово, на поступки. У кого-то это зависть, потому что у тебя есть семья, партнер, да, все в жизни хорошо, удачливо. Ведь мы же четко можем понимать, что ни одна семья, ни одна, это, я подчеркну, и толстая-толстая линия, не может просуществовать долго без секса. Ни одна, что бы ни говорили, чтобы как бы это красиво не рассказывали. Ну, дети тоже откуда-то появляться же должны вообще в семье, и что это за семья без детей? Именно дети, которые обязательно зачаты в любви, и зачатие – это осознанное. Обязательно, это обязательное условие. Поэтому вот те люди, которые вот именно сексуально безграмотны, я считаю, что они, в принципе, и отвергают, вот для них это аморально, даже само слово. Вот если мы говорим о слове, да, вот как-то у нас недавно был семинар в Ставрополе, и звонит нам товарищ, который организовывает семинар, и говорит, Влада, слушай, как-то вот многих ведь вот это слово секс коробит. Я так понимаю, что его тоже это коробит, раз он задал этот вопрос, для него больной. Слушай, может быть, каким-то вот славянским словечком назвать. Я говорю, слушай, ну, во-первых, я всегда говорю о том, люди, зачем нам, извиняюсь, возрождать? Мы живем в 21 веке. Все, что есть вокруг нас, и все, что есть в нас, это мы должны этим пользоваться. Это нам необходимо, это нам нужно. Если есть сейчас секс, значит, нужно заниматься сексом, извиняюсь, а не как это, я не знаю, но есть какие-то словечки. Но вернемся к слову, который говорит, давай как-нибудь помягче, может быть, вот как славяне называли. Я говорю, слушай, ну вот я тебе скажу, как называли славяне вот это действо, а ты определишь, вот раньше или сейчас, вот что лучше сказать. Так вот, если мы возьмем слово колебание, мы убираем три первых буквы, и остается то, как называли раньше слово, собственно говоря, секс. А теперь скажите, что нам будет резать слух? Вот это вот колебание, понимаешь, эти качельки, да? Да, и все-таки, ну мы не забываем, что мы говорим именно о сексе в семье, именно в семье, о сексе, который вот… А его духовной составляющей, я… Однозначно, однозначно, без этого в семье, ну не может быть нормального секса, потому в семье в основном и распадается. Должен быть обязательно чувственный, эмоциональный уровень, должен быть рост, должны… Ну, то есть, видичные люди понимают, да, когда ты понимаешь, что ты дышишь реально одним воздухом, и ты это продолжаешь делать каждый день, тебе есть о чем поговорить. Ты учишься, это твой учитель, так же, как учитель я для него. Да. И это жизнь. И наши дети, глядя на то, какие счастливые родители, для них это уже модель семьи. Конечно, конечно. Я не говорю про секс, да, я сейчас говорю об отношениях родителей. И у нас уже ребенок в три года младше, он сказал, я все, я хочу жениться, я готов, потому что дерево я посадил, жену я себе уже нашел, а вот дом мне отец поможет построить. То есть, дети готовы, они хотят жить в семье, понимаете? И это модель, вот это правильная модель семьи в виде счастливых родителей. Ой, можно я это помню? Да, конечно. Я хотел сказать, что когда встречается молодой человек с девушкой, то у него появляется, ну у них вместе появляется чувство влюбленности. Вот. И плохо то, что со временем это состояние уходит. То есть, уходит это состояние, возможно, люди там идут в ЗАГС, расписываются, там играет свадьба. Это в лучшем случае, это в лучшем случае. А обычно они, как только пропадает состояние этой влюбленности первой, страстности влюбленности, они находят себе другого партнера, вот и все. Да. И тут, получается, если люди хотят сохранить семью, то единственный сдерживающий фактор это либо привычки, либо страх то, что они вообще никого не найдут и останутся там в одиночестве. Вот. Либо дети. То есть, то, что их сдерживает. И все то, что у них остается, это действительно привычка. Все. То есть, о любви быть вообще не может быть и речи. Вот. Может быть какое-то там уважение, если оно есть. Вот. Но, как правило, вообще ничего. И я хочу сказать то, что здесь важно вот это состояние влюбленности каждый раз его культивировать. Да. И 20 лет прожив вот в супружеской жизни, я сейчас скажу, что любовь у нас не то, что сохранилась, а она умножилась. То есть, вот эти чувства, которые у нас сейчас, они более основательные, они более крепкие. Вот. И даже сексуальные отношения, они стали более острыми и чувствительными. Глубокими. Они стали более глубокими. То есть, состояние вот этого оргазма, оно уже длится очень длительное время. То есть, это уже не один там оргазм, а два, три, четыре, даже сто может быть. Вот. И длится оно там не одиннадцать секунд, как писал Паул Кайли, да, а может и минуты, и две, и три. То есть, это реальность. И уже в этом состоянии, когда уже находится состояние оргазма, не сиюминутное, а вот такое длительное. И в этом состоянии, это состояние божественное, то есть, надо понимать, что это состояние творческое. То есть, в этом состоянии творятся дети. Вот. И в этом состоянии можно создавать образы. Образы, основанные не просто там «хочу», а более глубокие образы, которые связаны своим личным путем, с путем совместным со своим любимым, любимым. Вот. И они, скажем так, помогают жить. И вот то, что сейчас происходит у нас в семье, это постоянная смена событий. То есть, у нас каждый год отличается от другого года. То есть, постоянно идет творчество. Творчество идет практически сиюминутное. То есть, мы постоянно разговариваем друг с другом, постоянно решаем какие-то вопросы. И у нас постоянно что-то меняется. То есть, ваш контакт, он не прерывается. Нету отдельно мира Будемира, нет отдельно мира Влада. Это ваш общий мир, это ваша общая вселенная. Правильно я понимаю? Да. Даже сюда можно включить и детей. Да. Вот. И… Я перебью Будемир. Знаешь, почему задала этот вопрос? Потому что часто психологи сейчас говорят, что мужчине и женщине нужно отдыхать друг от друга. Это не обязательно, там, проводить время за алкоголем, там, просто ему уединиться, где-то побыть, там, не знаю, позаниматься своим делом, в которое бы не лезла женщина. Женщине нужно заниматься своим делом, в которое не лез бы мужчина. Что вы на это скажете? Это сближение или это отдаление? Да. Это не для нас. Я могу сказать, что… Полностью поддерживаю. Я могу сказать, что это абсолютное заблуждение. Абсолютное. Вот нас, например, даже нельзя на день разлучать. Вот это реально. Это… Нам плохо друг без друга. У нас даже ничего не получается, если мы отдельно. Мы всегда везде вместе. И до этого состояния, и вот в это состояние мы пришли осознанно, потому что мы хотели. Когда Будемир на мне женился, он сразу сказал, что его цель в жизни – сделать меня счастливой. И до сих пор он говорит, я еще делаю, я еще хочу сделать тебя счастливой. Но самое интересное, что я считаю, что если это пара, если это семья, то она должна быть все вместе. Если люди хотят быть отдельно… Или хотят отдохнуть друг от друга. Я вообще, на мой взгляд… Это не потому, что это как пример моей семьи. Да. Потому что я считаю, что это, что называется, отговорки. Это снимать с себя ответственность по большому счету. Мало того, что вот если мы посмотрим… Вот скажи, Велислава, ты в своем окружении много видела счастливых семейных? Нет. Ведь если мы обратим внимание, это же единицы. Единицы. Ну, сейчас, конечно, все больше и больше стало появляться, но это единицы именно счастливых людей. Если мы посмотрим на тех детей, которые живут в семьях несчастливых, мы же видим, что происходит в нашем обществе. А скажите, у вас бывают ссоры, вы ругаетесь? Конечно. Нурно реагируете. Это все бывает, правильно? Я скажу… Я скажу то, что с ней очень тяжело жить. То есть это… Когда я ее брал в жены, я понял, что это будет полная жопа, что ли. Не надо так жить. Потому что я же видел, она же… Огонь. Вот. И я понимал, что мне будет тяжело. Я достаточно такой тихий человек. Спокойный. Да. Спокойный человек, да. И когда я увидел этот огонь, я понял, что да, будет действительно очень тяжело. Вот. Но я подумал, что это будет и не скучно. Вот. И то, что происходит, я потом признался Владе, что да, думал, что будет еще и хуже. Вот. И в этом свете я хочу сказать, что никакая любовь не дается просто так. То есть в любом случае надо прикладывать усилия, вот, брать на себя ответственность. И когда… Вот, кстати, недавно Влада сказал, я даже сам об этом не знал, что, оказывается, я никогда в жизни ни в чем не обвинял. Да. То есть за 20 лет. То есть я даже об этом это и не замечал. Вот. То есть это то, что вот эти все сложности – это хорошо. То есть любая сложность делает человека сильнее. Вот. А если в семье, то любая сложность, преодоленные сложности, естественно, делают любовь крепче. Преодоленные. То есть если сложность не преодолена, естественно, там, это как страус в песок и только хуже будет. Ну, речь не идет, естественно, о мордобойстве и измеренной форме. Мы не бьем морду. Посуду тоже. Да. Вы на семинарах помогаете супружеским парам вот эту вот любовь укрепить и в то же время помогаете физическую близость наладить. Правильно я понимаю? Скажите, как реакция на это у людей? Разная или всегда положительная у тех, кто пришел на семинар? А те, кто, когда вы приходите и говорите, мы хотим сделать такой семинар. Глаза широко раскрываются? Знаете, тут, извиняюсь, ты знаешь, тут суть в том, что вот у нас как-то мы на фестиваль приехали читать семинар, и Владимир так скромненько подошел к микрофону и говорит, что сейчас мы с Владой прочитаем семинар, вы приходите к нам. Да, на тему любви там. Я его в сторону подхожу и говорю, ребята, кто хочет узнать, что такое настоящий оргазм и секс в нам на семинар? Да, ты себе не представляешь, у нас даже не хватало места на площадке, мы включили даже комбик, поставили микрофон, чтобы слышали те, кто подходил и подходил, и народ собирался. Это такая штука, которую вот реально народ боится, но сидит внутри, в нем это желание, понимаете? В каждом, в каждом это без исключения. Кто-то вас обвинял в этих семинарах, кто-то вам в упрек ставил, что вы делаете, как вы можете об этом говорить, это же вот у славян все было и так, понятно. Не, ну на семинарах нет, на семинарах нет, а когда вот по интернету, то есть обвиняют, то есть столько грязи, и свингерсты нас обвиняют, и в экспедиционизме, и в групповухах, я пытаюсь объяснить. Ребята, тогда не было таких понятий, то есть люди ходили все в баню, голые, и женщины, и мужчины парились, и они в мыслях те все не могли допустить, что там губовуху свингерстам занялись. Ну что, ребята, это у вас проблемы, раз у вас такие мысли возникают в голове, то есть вообще тут, скажем так, это не основательно, то есть это говорит о том, что вот этот народ, который нам претензии такие предъявляет, сам об этом думает. Сам больной, да, сам больной, то есть когда христиане пришли к власти, да, в той же Византии, то они стали портить вот эти греческие, римские, языческие статуи, которые были, ну, голые изображения женщин там, да, то есть они, это то, что они смотрят, это вызывает в них вот это сексуальное там влечение, да, желание, и они почему-то не себя ввинят в этом, то, что я такой вот плохой, они идут, это громят статуи. То же самое мы в роли статуи, вот тут нас пытаются громить. Ну, тут получается, что, конечно, ну а как, то есть не бывает, да, вот как крошка с ним пришел к отцову, что такое хорошо, что такое плохо. Нет хорошего и нет плохого, это нужно понимать. Понятно, что кому-то мы нравимся, кому-то не очень, а кто-то нам просто завидует, однозначно. И когда вот такие вот высказывания, письма происходят, Будемир их называет статистической погрешностью. Да, потому что их мало. Да, потому что их очень мало. Лада, книга образная, она вот больше для женщин написана женским языком или больше для мужчин, или в равном количестве для мужчин и для женщин? Она написана для всех. Для всех. Потому что в ней есть и исторические факты, они изложены четко, то есть она в интересной форме. Но вот, то есть ее могут, это я повторюсь, это как учебник, как пособие, но написано в художественной форме. Поэтому ее могут воспринимать без, скажем так, условия на истину, в плане того, чтобы без претензий. Без претензий. Без претензий. То есть они могут принимать для кого-то как учебник, для кого-то просто вот интересная сказка. Но однозначно там и мужского много, там учебник и для мужчин, там учебник и для женщин, для семьи. Добавлю, то, что вот когда мы были в «Горячем ключе», там были психологические практики для семейной жизни, для семейных пар. И вот эти приходили там психологи и рассказывали, как надо там, чтобы укрепить любовь в семье. И как ни странно, я вот смотрел, и у всех этих психологов в основном сидели вокруг них женщины. Сидели, слушали. Мы объявили тему, и к нам бегут и мужики, и женщины. То есть тема интересна всем. То есть вот то, что через эту тему, кстати, можно и мужика привести в семью. То есть а чего ему-то еще-то надо-то? Ну конечно. Когда я прихожу на семинары вот по любви, там допустим, к психологам, о сексе вообще ничего не сказано. А женщины сидят, там что-то переживают, там кто-то себя винит, кто-то еще что-то решает какие-то психологические проблемы. Какие психологические проблемы? Давайте мужикам. И все, и будет вам радость и счастье. Хорошо. Вот сейчас в контексте книги «Образмы» мы послушаем песню «Образмы». Хорошо? С удовольствием. С удовольствием. Летела, летела, летела судьба. Бежали по телу огонь и вода. Вода обжигала, огонь поливал. Слияние стихи наш мир создавал. Это я, это ты. Это мы, это мы образны. Текла кровь по телу и пела судьба, как в танце мгновенно огонь и вода. Взлетая, взлетая все выше, взлетая все выше в объятьях кружа. С салютом. И в небе волшебно, И в небе волшебной, И в небе волшебной сплетались сердца. Это мы, это мы образны. Искрилась, пылала, горела судьба. Искрилась, пылала, горела судьба. Вот так в нашей жизни будет всегда. Слияние стихи к любви приведет. И в каждое сердце образно войдет. Это я, это ты, это мы образны. Замечательная песня. Человеку очень просто быть несчастным. Просто очень винить себя во всем, колоть там, принижать, унижать. И очень сложно быть счастливым. Почему? Дело в том, что это эмоции. Отрицательные эмоции получить действительно легко. Для того, чтобы получить положительные эмоции, нужно прикладывать усилия. И положительные эмоции, как правило, к ним стремятся те люди, у которых активная жизненная позиция. Мы знаем, что есть три вида эмоций. Это эмоции отрицательные. Это эмоции искусственные. Это эмоции положительные. Так вот, отрицательные мы все понимаем, да? Когда самобичеванием человек занимается, вот ему плохо, надо еще себя добить. Да. Как я сегодня в социальной сети увидела, молодушки, девчоночки пишут, там переписываются. И, значит, одна другой говорит, ну что ж за хрень, извиняюсь, такая. Почему, когда бабе плохо, она себе еще и музыку грустную поставит? Ну, это обязательно. Вот реально, да? То есть на своих отрицательных эмоциях ей надо добить себя вообще, чтобы прям плакать, и чтобы обязательно кто-нибудь пожалел. Что такое искусственные эмоции? Это то, что дает нам телевидение, радио, да? Ну, в общем, то, что мы получаем со стороны. Игры, песни. Да. Ну, они могут быть как положительными, так и отрицательными. То есть там человек фильтрует сам. Но там тоже не надо никаких усилий прикладывать. Ты либо нажал на кнопку, да? Либо сделал погромче, потише. Да. Эмоцию ты получил. Неважно какую. Хочешь поплакать, сериал посмотрел. Хочешь посмеяться, там какое-то юмористическое шоу. А что такое положительные эмоции? А вот положительные эмоции как раз это самые настоящие и нужные эмоции человеку. Но человеку, который способен думать. Который способен мыслить. Который может расти. Который может, который не ленив даже. Вот банально не ленив. И он постоянно в поиске, в поиске чего-то нового. В поиске достижений. Вот если мы возьмем, допустим, вот как пример, да? Спортсмен готовится к олимпиаде. Ведь он готовится же несколько лет. Из-за какого-то вот мига постоять на пьедестале. Да? Он еще не знает результат, пока он бежит. Да? Вот если это атлет. То есть он бежит, он не знает. Победит он, не победит. Но старается он изо всех сил. Ведь это же он потому, что бежит к своей цели получить вот эту вот эмоцию положительную. И работать несколько лет из-за какого-то мига, да? Секундного. Ведь это же, это же такая потрясающая эмоция, которая дает невообразимый результат. Таких можно приводить примеров сотни. Сотни. Ты бы хотел что-то добавить. Да. Я хотел сказать, что для того, чтобы получать истинные, натуральные вот эти положительные эмоции, необходимо жизненная позиция. То есть знать, что ты хочешь. И эта жизненная позиция должна быть активной, чтобы человек стремился к этому. Вот. А опять-таки в свете того, что мы рассказываем, то есть любовь, она может подарить человеку самые положительные, вот самые светлые вот эти положительные эмоции. Вот. И в любом случае надо прикладывать усилия. И когда парень берет девушку в жены, то он даже не знает, для чего это он делает. То есть нет цели. Если нет цели, значит нет пути. Если нет пути, нет вот этой активной жизненной позиции. Нету жизненной позиции, нету счастья, нету любви, нету ничего. То есть человек, как овощ, да, его посадили, вот тебе жена, вот расти, он вырастает. А для чего это? Да. То есть цель. Что за человек, который, вы знаете, бывает так люди говорят, прожили лет 5-10 месяцев, просыпаешься и не понимаешь, что это за человек рядом с собой, кто он. И опять-таки возвращаемся к ведизму. То есть это непосредственное восприятие. То есть что может дать радость человеку? То есть это счастье, наверное, живого общения. Когда человек общается, допустим, с женой, не так, как опять-таки возвращаясь к началу по традициям, да, что положено так-то, так-то одевать там юбки там, носить косу там до копчика. Вот. А не это важно. Важно отношение, чувство человека. То есть смотреть и знать, что этот человек хочет. А знать ты можешь только в том случае, если ты этого человека чувствуешь. Ты видишь. Да. И вот недавно опять-таки мы встречали товарищей, которые, ну, грубо говоря, просто не знают, что делать с женщиной. Вот. Многие женщины не знают, что делать с мужчинами. То есть вот эта грамотность отношений между мужчиной и женщиной, она настолько низка в нашем обществе, что даже только благодаря этой безграмотности люди не могут жить счастливо в своей семье. Благодаря этой безграмотности у нас просто колоссальный процент сейчас разводов. Вот. Благодаря этой грамотности страдают дети. Дети это очень страшно, да, страдает Notice, это безграмотность. То есть сексуальная безграмотность. И после этого вот эти люди, которые там, упрекают нас и будут мне что-то говорить, что мы делаем что-то антиаморальное. Вот именно эти люди, которые это мне говорят, они делают аморально то, что вот это всё скрывают. То, что пытаются людей приучить к этим традициям, которые на самом деле разрушают творческое начало в человеке. Разрушают и любовь, и отношения между людьми. То есть отношения не могут строиться на традиции. Только на чувственном уровне. А самый высокий чувственный уровень приходит в любви, в сексе, в оргазме. Вы молодцы, что занимаетесь такой вот, скажем так, сложной темой. Очень приятной, но сложной темой. Я думаю, что у вас большое будущее с этой темой. И насколько я поняла, познакомившись с вами, немножко пообщавшись с Владой, с Владимиром, я поняла, что это действительно не аморально. Потому что прожив 20 лет, поделившись и делиться своим опытом, это нужное дело. И в заключении программы я хочу, чтобы Будимир дал совет мужчинам, как мужчина, как себя правильно вести. Ну, какие-то основные принципы. А Влада дала совет женщинам, как женщинам правильно себя вести. И, конечно же, хочу вас видеть еще раз, когда приедете в Москву, на своей программе уже отдельно по теме мужской и по теме женской. Потому что, если раскрывать эти темы, то это, конечно же, огромная тема, которая займет отдельно женщины программа, может, и несколько, и отдельно мужчины. Владимир. Владимир. Владимир, я благодарю за приглашение, честно говоря, даже как-то не ожидал. Думаю, вот так вот сейчас приедем, расскажем и уедем. Очень приятно. Значит, я чего посоветую мужикам? Ну, такой очень неожиданный совет дам. Почаще бывать на солнышке. солнце это источник энергии человека и когда я читал тоже одну лекцию по славянизму еще мы этой теме даже не занимались а еще по славянским бедам то в одной группе выяснилось что большие проблемы у людей именно в семьях выяснили что я просто сделал опрос вот раздал там женщина себе там человек 30-40 женщин было я сделал опрос во первых для чего вы вышли замуж две только женщины сказали что по любви из-за любви остальные значит кто-то там из-за финансового достатка кто-то детей хотел кто-то просто считал что уже не успеет после этого я задал ей вопрос а им задал вопрос а кто вообще из вас испытывает оргазм из 30 и 40 там было не помню сколько тоже две женщины причем одной уже там лет сорок а другой там уже под шестьдесят молодых девчонки они сидят они не значит к органу елки-палки то есть вот вот это вода доходит и стали думать а почему-то в этом городе оказывается очень мало солнца вот и как выяснилось потом уже стали анализировать вот допустим в испании там италии в мексике там весьма такие энергичные сексуальные горячие парни и женщины кстати тоже почему а там солнышко вот она даже вот эти которых особо не люблю кавказские народы они в принципе тоже они вот они горячие парни да там если бы у них там не ислам там женщина бы тоже там были горячие на самом деле и вот мы сейчас о мужчинах поэтому обычно вот такой простой совет просто чаще бывать на солнышке загорать на солнышке вот недаром не просто так как происходят эти курортные романы да мужики приезжают под лечиться и того потом оказывается только лечение происходит да он шалун оказывается то есть у него импотенция там все встало все нормально оказывается все просто солнышко вот ну а остальные советы я все приберегу уже на отдельную передачу хорошо лада я конечно тоже благодарю очень рада познакомиться благодарю за еще раз предоставленную будущем возможности выступить у вас на телевидении и конечно тут тут двумя словами все советы не опишешь но однозначно девочки чтобы чаще были на солнышке и мудрости женской вот все все чтобы не происходило в нашей семье понятно что где-то я где-то буди мир мы можем совершить какие-то действия неприятные но в любом случае женская мудрость она настолько важна в семейных отношениях которая может что-то обойти приласкать в прилюбить это понятная истина это не так все сложно делать и давайте чаще своим мужьям не отказывайте в этой радости и главное себе уже себя обделяете вот ничего приедешь еще раз ко мне на программу научим девочек как получить удовольствие от этого процесса ведь сами сказали что очень многие женщины не испытывают удовольствие от этого процесса благодарю вас что приехали сегодня поделились с нами своими знаниями а с вами была программа древо жизни и я ее ведущая велеслава до новых встреч мая а Дай мне силу-силушку исцелить тебя Ты прими, прими от меня поклон земной Твои дети, мы, матушка с тобой Помоги, прими, помоги, прими Помоги, прими, помоги, прими Ты огонь, мой дух, ты мой дух, мой свет Силы дай ты мне, дай нам много лет Ты сожги, сожги всю печаль и страх Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я Ты прими и сожги, ты прими и сожги Ветер, брат, ты мой, брат мой дорогой И тебе поклон от меня земной Ты развей, развей всю тоску искренную Айка, разнеси ты ее победу Ты развей, развей, развей Ты развей, развей, развей Ты развей, развей Ты развей, развей Субтитры создавал DimaTorzok